Уважаемые коллеги, тема этого доклада представляется мне очень актуальной, особенно для компаний-недропользователей, поскольку в течение последних пяти лет в разных точках земного шара из-за противодействия местного населения были приостановлены или даже вовсе прекращены многочисленные проекты по разведке и добыче полезных ископаемых. Вот лишь некоторые примеры 2013 года. Так, в январе 2013 года правительство Аргентины отменило сделку с канадской компанией «Асиско» по добыче золота на северо-западе страны после протестов защитников окружающей среды, хотя отмена этого проекта будет иметь самые серьезные социально-экономические последствия. Власти провинции Лариоха заявили, что им не удалось добиться согласия населения на реализацию проекта. Протесты населения при поддержке Гринпис велись почти два года. Беспокойство экологов было вызвано, в частности, использованием цианида и большого количества воды для добычи драгоценного металла. В апреле 2013 года из-за протестов жителей Запорожской области Украины Гайчурский ГОК лишился лицензии на добычу железных рук на Гуляйпольском месторождении, полученном в 2012 году. Там же, на Украине, с января 2013 года, с момента подписания соглашения о разделе продукции между компанией «Шилл» и «Надро-Юзовской» по добыче сланцевых газов не прекращается протесты населения, обеспокоенного возможным применением технологии фрейкинга или гидроразрыва пласта при добыче сланцевых газов, возможным возникновением малоамплитудных землетрясений и загрязнения подземных вод. При применении технологии фрейкинга при добыче сланцевых газов, а также, по мнению Национального экологического центра Украины, добыча сланцевых газов ставит под угрозу существование самой нетронутой части Донецкой области национального парка «Святые горы». При этом окажутся нарушенными ряд европейских конвенций по охране мигрирующих видов животных и птиц. На фоне растущего протеста представители компании «Шелл» заверили, что они готовы покинуть проект, если местное население будет против и не окажет им поддержки. 19 августа 2013 года британская полиция разогнала сотни демонстрантов, которые блокировали доступ к площадке поискового бурения компании «Квадрилля Ресурсес», где реализуется проект по оценке запасов сланцевого газа сельской Англии. Буровая площадка расположена в 35 километрах к югу от Лондона, в деревне Белком, в графстве Западной Сусекс. Протестующие разбили здесь свой лагерь еще два месяца назад. В августе были первые дни активных действий. Протестующие организовали живую цепь вокруг площадки геолого-разведочных работ и не допустили буровиков к их столкам. Было арестовано 40 человек. Участники протестного движения опять же опасаются негативных последствий при добыче сланцевого газа. Это землетрясение и загрязнение подземных вод. В то же время британское правительство, отчаявшись стимулировать энергетический бум в стиле Норвегии в Северном море, представляет эти проекты как энергетическую революцию. И говорят о том, что население вследствие реализации этих проектов получит дополнительные рабочие места. В сентябре 2013 года на севере Швеции полиция разогнала участников акций протеста, которые блокировали дорогу, пытаясь помешать планам британской компании добывать в районе железную руду. Место действия поселок Калак недалеко от Юкмака. Как сказал представитель полиции, 8 человек на короткое время были задержаны. Местные саамы выступают против, как они говорят, колонизации иностранными компаниями отдельных оленев Пазбич. Произошедшее показало, как работает сама система. Полиция пришла, чтобы защитить компанию, применила силы. Возможное строительство рудника затрагивает территорию двух оленев Пазбич и представляет угрозу, как говорят протестующие оленевосы у их культурного наследия. В Швеции живут около 20 тысяч саамов. Некоторые говорят, что проект может создать в районе рабочие места, однако другие в это не верят. На острове Уруб, Большой Курильской гряды России, компания Курил Гео, 100% акций которой принадлежит киберскому офшору Солвей Групп, в ближайшее время планируют начать добычу рудного золота на месторождении Айнской методом кучного выщелачивания. На Урубе находятся важнейшие места обитания редких морских животных – каланов, тюлени, антуров и севучей. Все эти три вида занесены в Красную книгу России, Красную книгу Сахалинской области и Международную красную книгу. Красная книга Сахалинской области и Красная книга Российской Федерации выделяют остров Уруб в особую территорию, имеющую ключевое значение для сохранения курильской популяции каланов. Также Красная книга Сахалинской области в части необходимых мер по охране этих видов животных рекомендует создание на острове заповедника. Надо сказать, что с 1958 года весь остров был заповедником, однако в 2003 году он был лишен этого статуса. И теперь население острова обратилось к правительству России Медведеву и к министру природных ресурсов с письмом, в котором говорит о необходимости возвращения этого статуса острову. Активно протестует местное население и против намеченного строительства укрильного разреза Аршамовский на бийском месторождении в республике Хакасия. Разрез будет расположен непосредственно в близости от поселка, всего в одном километре от древних хакасских деревень. Планируемая производительность карьера – 10 миллионов тонн на первом этапе. Разрез будет расположен в одном километре от живых поселков, что, по мнению жителей, делает невозможным проживание в поселках из-за повышенной загазованности, запыльенности и опасной близости площадки открытых горных работ. Исчезнут условия для продолжения использования земель для традиционного ведения сельского хозяйства, что ставит под угрозу существование четырех древних национальных сел. Возможно, загрязнение реки Абакан, являющейся источником водоснабжения для поселков и городов с численностью населения выше 300 тысяч человек. Проведены сходы граждан в поселках и в митинг в Абакане. Собираются подписи граждан под обращением к президенту с требованием прекратить подготовительные работы на карьере и назвать конечных бенефициаров компании-ядропользователей, провести всестороннюю экологическую экспертизу проекта. Население протестует не только против реализуемых геологоразведочных и добычных проектов, но и уже против планируемых проведению аукционов и конкурсов на право пользования недрами. В начале июля 2013 года Управление по недропользованию по Забайкальскому краю объявило о проведении аукциона на право пользования недрами с целью разведки рассыпного золота в Кыринском районе в бассейне реки Кирку на участке Цаган площадью 7,7 квадратных километров с прогнозными ресурсами 23 килограмма золота и стартовым размером разового платежа 77 тысяч рублей. Представители природоохранных организаций Международной коалиции реки Безграниц и Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы обратились к министру природных ресурсов и экологии содействовать принятию решения об отмене этого аукциона. И в связи с большой природной ценностью бассейнах радостовать обключение участка Цагана и остальных участков этого района в федеральный фонд резервных участков недр. В России апофеозом подобных протестов явилось противостояние народа и власти по вопросу освоения медно-никелевых месторождений Воронежской области в Центральном федеральном округе. Уже почти два года, с тех самых пор, как вышло распоряжение правительства о проведении конкурса на право пользования недрами Юлкинского и Яландского медно-никелевых месторождений, не прекращаются протесты населения. Население Воронежской области и соседних областей выступает против геологического изучения, разведки и освоения этих месторождений, относящихся к категории участков недр федерального значения. Образовались многочисленные природоохранные движения в защиту хопра, зеленой ленты и другие. Безымянные инициативные группы собирают подписи против никелевого проекта. Население всерьез обеспокоено за личное здоровье, сохранность рекреационных ресурсов, уникальность воронежских черноземов, чистоту поверхностных и подземных вод. И за реку Хопер, которая призвана ЮНЕСКО самой чистой рекой Европы. Хоперский заповедник с растениями и животными, занесенными в Красную книгу, за состояние природы как всеобщего достояния. Тем не менее, государственные органы управления фондом Недр уверены, что потенциал Норильского рудного района исчерпан. И в случае реализации прогнозных ресурсов Воронежской области и превращения их в запасы, мы получим в Центральном федеральном округе крупнейшее медно-никелевое месторождение в Европе. По мнению властей, это означает создание новых рабочих мест и дополнительные притоки денежных средств в бюджеты всех уровней. По итогам конкурса 22 мая 2012 года победителем призван Медногорский медно-серный комбинат, дочерняя компания Уральской горно-никалургической компании. Победителю была выдана лицензия. Согласно условиям пользования недрами, разведка этих участков должна быть завершена в мае 2020 года. В мае 2021 года составлен технический проект освоения. В 2022 году начато строительство объектов инфраструктуры будущего дворно-добывающего предприятия. В конце 2012 года в попытке решить проблему юридическими инструментами общественной организации обратился в областной суд, чтобы добиться права на референдум по вопросу освоения медно-никелевого месторождения Воронежской области. Но суд там в заявленных требованиях отказал, мотивируя тем, что участок недр является участком недр федерального значения и находится в компетенции правительства. Посчитав, что такое решение областного суда не учитывает ряда других норм Конституции Российской Федерации, общественники обратились в Верховный суд. В сентябре 2012 года Верховный суд Российской Федерации в заявленных требованиях отказал, согласившись с мнением областного суда. Еще раз подчеркну, что участки недр федерального значения относятся к компетенции правительства Российской Федерации. Очередной протестный митинг 22 июня 2013 года походил на восстание лудитов. Около тысячи митингующих отправились к Елкинскому месторождению, где располагался временный поселок геологов, осуществляющий георазведочные работы. Протестующие снесли забор, ограждающий поселок, разгромили строительные вагончики, подожгли две буровые столовки стоимостью 35 миллионов рублей каждая. Подобные примеры в разных странах с частью разных народов и местных общин свидетельствуют о реальном существовании тенденции отрицательного отношения местного населения к любой разработке или разведке полезных ископаемых, независимо от того, каким способом это будет производиться. Особенно ярко эта тенденция проявляется в тех районах, где жизнь населения существенно зависит от услуг экосистем или где жители уже пострадали от негативного воздействия горнодобывающих предприятий в прошлые годы. Никто не желает размещения карьера перед своим домом. Мнимое или реальное воздействие горных предприятий на окружающую среду – это обычная претензия местного населения. В завуалированной форме населением высказывается пожелание о недостаточности поступления в федеральный бюджет и в местный бюджет, независимо от того, что компания получает достаточно большие прибыли. Невозможно отрицать, что рост населения, неограниченное стремление населения повышать уровень жизни и комфорта требует непрерывного экономического развития, что неизбежно сопровождается увеличением потребления минеральных ресурсов. Это подтверждается данными мировой статистики. Практически все специалисты в области природно-ресурсного права, анализируя правовое положение природных объектов, таких как земля, недра, лес, вода, утверждают, что понятия эти имеют глубокую нравственную основу и ничем иным, как народным достоянием, они являться не могут. Не вдаваясь в дискуссию о проблемах соотношения форм собственности на недра, отметим, что сегодня в большинстве стран преобладает государственная собственность на недрах, наиболее развитая их публичная, включающая категорию национального достояния. Таким образом, Государственный фонд недр можно охарактеризовать следующим образом. Это невозобновляемый природный объект, право пользования которым может быть предоставлено физическим и юридическим лицам на возмездной срочной основе с обязательством пользователей соблюдать определенные условия пользования недрами. При этом порядок, обоснование и объемы увлекаемых в пользование недр должны обеспечивать публичные интересы как нынешнего, так и будущего поколения. Конституционное закрепление недр как государственной собственности и главное как публичного состояния, например, в таких странах как Германия, Греция, Испания, Италия, Норвегия, Россия, Швеция и другие, обязывает государство обеспечить наряду с устойчивым сбалансированным развитием экономики выполнение недрами такой специфической функции, как публичного блага. Это можно обеспечить только через разработку и обоснование стратегии экономических механизмов развития и использования фонда недр. То есть государство, как собственник недр, устанавливая правила отношения в их использовании, прежде всего вынуждено искать экономически эффективные решения, обеспечивающие устойчивое развитие минерально-сырьевого комплекса и сохранение окружающей среды в условиях неравномерного географического распределения месторождений, а также осознанием того, что минеральные ресурсы принадлежат не только ныне живущему, но и будущему поколению. Устойчивая добыча минерального сырья – это чисто теоретическая и очень даже маловероятная возможность, ведь полезность копаемой является невозобновляемым ресурсом, и их использование может быть устойчивым только если потребление будет снижаться, а скорость этого снижения будет выше, чем скорость истощения запасов. В Российской Федерации недра, содержащиеся в них полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются государственной собственностью. Вопросы владения, пользования и распоряжения недрами находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. У помянутых примеров, елкинское и еланское родопроявление в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации о недрах относятся к участкам недра федерального значения, то есть принятие решений, а значит и ответственность за последствия этих решений в отношении таких участков недр относятся к компетенции правительства Российской Федерации. И очень жаль, что принимая решение о проведении конкурса на право пользования недрами на елкинском и еланском месторождении, правительство не смогло предвидеть подобного развития события, то есть открытого противостояния власти и народу. В сложившейся ситуации правительство просто предоставило возможность разрешать эту проблему самостоятельно недропользователю или населению. Невозможно сказать сейчас, учитывались ли в должной мере при принятии этого решения о проведении конкурса на право пользования недрами на елкинском и еланском месторождении положение двух статей Конституции Российской Федерации. Это часть 1, статья 9, в которой говорится, что земля и другие природные ресурсы используются и охраняются Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. И часть 2, статья 36, владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляется их собственниками свободно, но если это не наносит ущерба окружающей среде, не нарушает права и законные интересы иных лиц. В действительности имеется еще один безумный участник конфликта – это неживая природа. Мы не должны обращаться с ней как свечью. Возможности долг человека – представлять ее права в любых других институтах, созданных человеком. Добычные работы на любом месторождении в той или иной степени отрицательно влияют на природные ландшафты, гидравлические режимы подземных вод, ведут к загрязнению недр и подземных вод, к снижению георазнообразия и другим последствиям. И эти последствия эксплуатации и разрушения неживой природы не воспринимаются в качестве реальной угрозы человечеству, как, например, последствия ядерной войны, потому что, во-первых, они отстоят от нас во времени, а во-вторых, они создают иллюзию деятельности на благо человека. Однако переход к сохранению неживой природы, к этике в системе человека неживая природа, для многих неочевиден и непонятен. По меткому выражению Мюррея-Грея, в человеческом обществе призыв сохранив дельфинов всегда будет более популярным, чем призыв сохранив скалы. Тем не менее, требование прекратить или не допустить добычу полезных ископаемых является неадекватным, но представляет собой вообще полный отказ от решения этой проблемы. Адекватное решение нужно искать в пространстве этического, а не стратегического разума. В большинстве приведенных примеров государство не смогло предвидеть социальных конфликтов и искать решение в одиночку, вынужденно либо доведенное до отчаяния населения, либо недропользователь. Поскольку геоэтические дилеммы возникают тогда, когда в любом случае при принятии любого решения обе стороны несут потери, то обоюдное этическое решение будет состоять в выборе из двух зон наименьшего. В общем случае формулировка минерально-сырьевой дилеммы такова. Компания, получившая лицензию на пользование недрами для геологического изучения разведки и добычи полезных ископаемых, рано или поздно сталкивается с необходимостью заручиться согласием местного населения на реализацию своего проекта. Обе стороны должны выбрать решение. Либо местное население не выступает против решения государственных органов о выдаче лицензии на проведение георазведочных и добычных работ. И через 8-10 лет в местный бюджет начинают поступать деньги от добычи полезного ископаемого, размер которых будет зависеть от того, в том числе, какие затраты понесет недропользователь на охрану окружающей среды, недр и на социальные проекты, связанные с добычей. И окружающая среда в этом случае будет в той или иной степени подвергаться деградации. Вариант 2. Местное население активно протестует. Тогда компания-недропользователь либо сдает лицензию, при этом окружающая среда остается нетронутой, а местный бюджет не получает ничего, либо максимизирует свои затраты на охрану окружающей среды и социальную сферу. И в последнем случае минимизируется ущерб окружающей среде и здоровью населения, а также и отчисление в местный бюджет. Дилемма возникает при выборе целей и стратегии взаимодействия. Если каждая из сторон думает только о своей цели, компания о том, как получить максимальную прибыль, а местное население только о том, как сохранить нетронутую окружающую среду и получить как можно больше денежных средств на реализацию социальных проектов, то в этом случае лучшим для населения оказывается вариант 1, а для недропользователя вариант 2. Но с точки зрения группы, когда недропользователи, местное население понимают, что минеральные ресурсы ограничены, что они распределены на территории страны и на территории всей планеты неравномерно, то в этом случае лучшим оказываются варианты 3 и 4. Тогда степень достижения цели каждого из них будет зависеть, с одной стороны, от уровня требований, выдвигаемых местным населением, в том числе и как адвокатам интересов природы, а с другой стороны, от того, какие затраты готов понести недропользователь на охрану окружающей среды и социальные проекты. При этом ни один из решающих дилемм участников не может быть уверен в том, что другая сторона выполнит свои обязательства в полном объеме, поскольку действие лицензии на право пользования недрами может быть прекращено в любой момент, например, государственными органами из-за невыполнения условий пользования недрами, либо недропользователь сдает лицензию, потому что не видит перспектив в этом проекте. И с окончанием срока действия лицензии исчезают всякие юридические основания и моральные права у недропользователя заниматься вопросами охраны окружающей среды или социальными проектами. Нет никаких гарантий того, что требования местного населения не будут изменяться в течение всего срока действия лицензии. Мы знаем таких примеров очень много. В представленной матрице приведены только финальные варианты решения минерально-сельевой дилеммы. Однако возникновение самой дилеммы и всех связанных с ней последствий, например, протесты населения, потери недропользователя, предопределяется прежде всего решением государственных органов о необходимости проведения геологического изучения, разведки и добычи на том или ином объекте. С точки зрения геоэтики, подобные решения должны приниматься с обязательным использованием геоэтического императива. Устойчивое развитие в тройственной системе неживая природа, человек, общество должно основываться на необходимости обеспечения права человека на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой, равенства возможностей развития и сохранения неживой природы, в том числе и минеральных ресурсов, полезных свойств недр, ландшафтов и прочее для нынешнего и будущего поколения. Социально-экономического развития, направленного на улучшение качества жизни людей в допустимых пределах хозяйственной емкости природных систем. Устранение причин отрицательных воздействий, а не их последствий, на геологические объекты, геологические системы всех уровней. Формирование геоэтического сознания и мировоззрения человека, общества, геоэтической системы воспитания и образования. На практике это означает, что процессу распределения прав доступа недрами должны предшествовать созданию научно обоснованных программ воспроизводства минерально-сырьевой базы, включающих анализ существующих и прогноз будущих объемов производства и потребления минерального сырья, и программ социального развития территории, отражающих потребности экономики именно в данном виде минерального сырья, а также конкретные цели государства и местного населения, а не только компаний-недропользователей, которые будут достигнуты при разведке и отработке данного объекта. Необходим также анализ возможностей социальных и экологических рисков в случае пользования недрами на этом объекте. Объекты на все те вопросы, которые местное население сегодня задает правительству, задает недропользователю на своих митингах, должны быть получены еще при предоставлении прав пользования недрами. Это такие вопросы, как насколько необходима отработка данного месторождения для экономики страны, каковы экономические выгоды государства и местного населения от разработки месторождения в краткосрочной и долгосрочной перспективе, какие могут возникнуть угрозы, сложившиеся условиям жизни и здоровью населения, какие объекты, компоненты, элементы окружающей природной среды и недр будут навсегда утрачены или подвергнутся деградации при отработке месторождения, каково соотношение экономических выгод от добычи полезных ископаемых для государства и населения и ценности той части окружающей среды и недр, которая неизбежно будет подвергнута уничтожению или деградации вследствие отработки месторождения, каковы сроки и конкретные мероприятия, предлагаемые по реабилитации нарушенных территорий, и каковы гарантии их реализации. Особый вопрос – это справедливое распределение доходов, получаемых от добычи минеральных ресурсов. Если мы обратимся к федеральному закону о государственном бюджете, то он предусматривает на 2013 и период 2014-2015 года следующие нормативы распределения доходов от добычи минеральных ресурсов. Основные доходы от пользования недрами на первом этапе предоставления объектов пользования – это разовые платежи по итогам аукционов и конкурсов полностью поступают в федеральный бюджет, за исключением общераспространенных полезных ископаемых, алмазов и участков недр местного значения. Бюджеты субъектов Российской Федерации могут пополняться при проведении геологического изучения и разведки месторождений только за счет регулярных платежей – 60% от очень незначительных сумм за счет низких ставок этих самых платежей. И при добыче за счет налога на добычу в общем случае по твердым полезным ископаемым – это 60% от НДПИ или 100% в случае добычи общераспространенных полезных ископаемых. При этом, когда начинают поступать доходы от налога на добычу полезных ископаемых, эти поступления отстоят во времени от конкурса аукциона на 7-10 лет. В то же время, разрушение окружающей среды и недр местное население может наблюдать с самого начала выдачи лицензии на пользование недрами. То есть при проведении геолого-разведочных работ, при бурении скважин, проходке канав и шурфов, при проектировании месторождения, а также в самом начале добычи, когда зарезается карьер, когда проводятся вскрышные работы. И надо сказать, что такая несправедливость вызывает настороженное отношение местного населения к добыче полезных ископаемых и не способствует продуктивному диалогу между населением и властью. Дисбаланс в распределении доходов от добычи минерального сырья влечет закономерные вопросы местного населения, кто является конечным бенефициаром компании недропользователя и где эта компания зарегистрирована. Скажу, что ответы на эти вопросы являются строго конфиденциальными. Однако, если в этом ответе и будет названа компания, зарегистрированная за рубежом, то для этой цели у правительства Российской Федерации есть замечательный инструмент, называемый участки недр федерального значения. И нужна только добрая воля государственных органов управления фондом недр для использования этого инструмента. Во-вторых, следует заметить, что на сегодня в России практически среди крупных недропользователей, занимающихся добычей твердых полезных ископаемых, практически нет компаний, которые зарегистрированы в России за исключением АЛРОСа. Надо заметить, что регистрацию за рубежом российские компании используют для того, чтобы искать кредиты для освоения месторождения. Без этих кредитов реализация добычных проектов в России практически невозможна. И для того, чтобы избежать рейдерского захвата. И в этой ситуации задача правительства Российской Федерации, задача законодательных органов создать такие институциональные условия, чтобы недропользователь мог развивать и поддерживать свой бизнес в России. Со своей стороны, компания, намеревшаяся получить лицензию, должна иметь общую стратегию предотвращения конфликтов, включающую ситуационный анализ, определение заинтересованных лиц и комплексную оценку воздействия проекта на социальную и природную среду. А также компания должна заручиться согласием местного населения, то есть это принятие и вера общества в необходимость, обоснованность и ценность действия компании-недропользователей. Существуют успешные компании, например, «Кинразгол», «Петропавловск», которые успешно сотрудничают с местным населением, с представителями природоохранных организаций, с гражданским сообществом. Эти компании видят своей целью не только добычу полезных ископаемых и получение от этого прибыли, они думают о том, как будет существовать местное население после закрытия рудника. А это означает, что необходимо создавать места альтернативного трудоустройства, необходимо думать о том, как реабилитировать эти территории для последующего их использования после окончания добычи, а также как максимально сохранить окружающую природную среду и культурное наследие. Думаю, что из того, что здесь было сказано, следует первый главный вывод. Это о том, что право на здоровую окружающую среду является базовым правом любого человека. Также, чтобы избежать конфликтов в сфере недропользования, участки недр должны вводиться в распределенный фонд только после анализа существующих и прогнозирования будущих уровней производства и потребления минерального сырья, перспектив экономического и социального развития территории, отражающих потребности экономики в минеральном сырье, конкретной цели правительства и местного населения, которые будут достигнуты в результате разведки и добычи данного полезного ископаемого на данном участке недр. Предоставление права пользования недрами должно предшествовать анализ возможных социальных и экономических рисков, изучение и учет мнения местного населения. Распределение доходов от добычи минеральных ресурсов между бюджетной системой должно быть прозрачным, являться справедливой компенсацией местному населению, деградацией окружающей среды, снижением био- и георазнообразия и ущерба здоровью населения. Спасибо. Продолжение следует...